приветствую снова всех любителей аквариумистики на нашем youtube-канале посвященном разведению аквариумных рыбок таких как дискусс и тернеции сомики сурисома панамская тары наступили третьи сутки красной дыне выклюнулась личинка ну как обычно они чтобы за ними не следили перенесли всю личинку на обратную часть конуса с краю немножко есть сзади где-то 50 процентный выклев почистили они конус вот личиночка тут у нас сидит запустила герниристовик но хоть параметры воды здесь настроены высаживать пару сюда пока еще рано нельзя нужно чтобы вода была кристально чисто чтобы она отфильтровалась проверировала здесь хотя бы три дня несмотря на то что есть пары которые уже от металли сюда сырать их ни в коем случае нельзя потому что только вчера я залил воду настроил кислотой обычно в течение первых двух суток кислота может параметр может скакануть в меньшую и большую сторону это чревато некоторыми последствиями для рабочей пары и также есть пузырьки пузырьки это свежая вода а значит если мы сюда вышли нашу пару у нее будет ожог роговицы глаза ожог плавников и вероятнее всего может сгореть икра поэтому усиливаю фильтрацию поставил сюда большой запущенный аэрлифт сделал чтобы здесь была нужна температура на уровне 29 30 градусов и поставил конический фильтр поэтому пока готовится соседние разные нерестовики этот нерестовик у нас сейчас будет фильтроваться и готовится еще как минимум три дня забрал пару от малька золотого пиджина и скорпиона вот они конечно же сейчас их будет тут гонять все пары пока будем кормить науклии вот такой стопроцентный выклев получился раз возьмем пол чайной ложечки дадим нашему мальку так наш двухнедельный малечек потихоньку кушает не баночки пиджин чекерборд змеиная кожа тоже дал им науклию кушают в основном живут и обитают они на конусе у этой парочки вот наша пара голубых алмазов на днях они у нас начали за потомство очень сильно драться весь малек дело в том садился и сел на самца это самки не нравилось она становилась прям супер черной старалась тереться от самца но психовала так как на него малек практически не садился и начинала драться самцом обычно придратых малек погибает поэтому вот такой вот ноу-хау мы придумали мы не стали делать круглую клетку у нас был кусочек вот такой садовой сетки очень всем рекомендую вот такая из крупная ячая то есть примерно до двух трех недельного возраста малек спокойно будет проплывать через вот такую ячаю и садится на своих родителей но у нас кусочка там не хватало поэтому вот мы взяли сетку для тюнинга так эта сетка выглядит продается в автомагазине вот такая здесь ячая но пока личинка и допустим малек небольшой через эту ячаю спокойно налетчик проходит вот сделали мы такую сетку сетку для тюнинга к садовой сетки мы хамутиками четырьмя штучками прикрепили а саму сетку прикрепили на присоски обычные здесь две присоски и там две присоски таким образом мы разделили аквариум на две части в одной части у нас самочка наша темная стоит с небольшим количеством мальков вот чтобы она не стрессовала уже кормлю активно наукли артемий но большая часть в основном малька сидит на самце вот он их вынашивает касательно сетки планируем закупить еще садовую сетку чтобы разделять каких-нибудь проблемных производителей чистка аквариума будет простая вот тут есть немножко мусора будем также чистить по сетке два вида продается вот такая есть она классифицируется как сетка от мышей изначально мы эти сетки покупали чтобы прокладывать но нерестовиков у тернец игло и неона чтобы они не съедали икру но в итоге от них отказались потому что тернеция когда и кладешь на одну сетку она боится и не нерестится поэтому всю тернецию мы нерестим без фольжна без сетки этой так вот сетка для тюнинга чем она лучше она гладенькая и они и об нее дискусы не поранится второй же вид сетки которая от мышей она на ощупь очень шершавы об нее дискусы могут очень быстро поранится досодрать шкуру там чешую это для чего туда может попасть инфекция и можно потерять с легкостью производителя и также на каким-то маслом обрабатывается чтобы не ржавела видимо а вот это который тюнинга она уже лаком специальным покрыта она гладенькая и я чья подходящие удлиненная но конечно же самый лучший вариант это садовая сетка такой ячеи надо будет рулончик на днях прикупить и вот парочка у нас неразлучно но в то же самое время они у нас перестали драться это очень очень хорошо вот еще раз показываю самец здесь у них два выводка их выводок голубого алмаза и выводок от пары самка ред ковер сан мира люфейс и самец ред браун ковер вот самец вынашивает потомство и тут же рядом самочка с небольшим количеством малька продал немножко тернеций покупатель уже едет за рыбками и жеика розовая зеленая лимонная чуть-чуть голубых а белых бонусом закинул белые нужны для контраста они очень хорошо смотрятся особенно в разных банках вот стайка белых тернеций с голубыми алмазами они такие прямо жемчужные становятся аж светятся эко белых тернеций у маточника синей рыбы вот такие кабаны повырастали перламутровые жемчужные такие